МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чемпион мира среди профессионалов. Чемпион Азии по кикбоксингу. Старший тренер Карагандинской области по кикбоксингу. Руководитель областной ДЮ США единоборств. Сейчас я являюсь руководителем детской спортивной школы единоборств. Мы занимаемся воспитанием подрастающего поколения. В школе у нас числится около 1400 человек. Мы ведем отпор спортсменов из числа вновь прибывших и занимаемся дальнейшим их воспитанием и продвижением в большой спорт. Я являюсь старшим тренером Карагандинской области по кикбоксингу. Занимаюсь именно развитием кикбоксинга в Карагандинской области. Я также занимаюсь сам тренерской работой, занимаюсь с детьми в вечернее время. Воспитываем подрастающее поколение. Я тоже хочу, как тренер, добиться большого результата, чтобы мой ученик тоже добился больших высот в большом спорте. Начинаем с самых маленьких и вырастают большие чемпионы. У меня есть уже небольшие, как сказать, результаты. Мой ученик буквально в октябре месяце стал третьим на чемпионате мира в выполненном мотиве мастера спорта международного класса. Я считаю, что уже кое-какие из подвижки есть, что как тренер начинаю тоже реализовывать себя. Также за пятилетнее время, что я занимаюсь тренерской деятельностью, подготовил уже двух мастеров спорта и пятерых кандидатов в мастера спорта. Конечно, самая большая цель – это воспитать чемпиона мира. Спортом я начал заниматься еще со школьных времен. Как бы всегда дружил со спортом, выступал за школу, в кроссах, в беге. Как бы нравилось это, всегда участвовал в футбольных каких-то матчах школьных. И потом уже, как это бывает у всех, занимался плаванием, водным полом. Как бы пока искал себя, я думаю, что многие спортсмены, прежде чем на каком-то виде спорта остановиться, они сначала много видов спорта проходят, а потом уже останавливаются на чем-то. Вот лет 12 я пришел в бокс, занимался два года боксом. После бокса перешел на карате, потому что мне всегда хотелось научиться бить ногами. Перешел на карате. Карате занимался три года, ну и потом хотелось что-то более жесткого и перешел на тайский бокс и кинбоксинг. С 96-го года по 2006 год, вот 10 лет, я занимался именно этими двумя видами спорта. За эти 10 лет я становился пятикратным чемпионом Казахстана, полюбителем по кикбоксингу. Стал чемпионом Азии по кикбоксингу. Финалистом чемпионата Европы по тайскому боксу. Призером мира в 2005 году становился. Также становился чемпионом мира в 2002 году по любителям. И также переходил на профессиональный уровень и стал чемпионом Казахстана среди профессионалов сначала. Это было в 2004 году. И чемпионом мира среди профессионалов в 2006 году. Это как бы самые такие, наиболее яркие мои достижения в спорте. Ну, каждая награда по-своему цена, потому что она доставалась в боях. Но самые такие цены, это, наверное, с международного уровня, потому что это уже другой этап соревнований. И надо было, прежде всего, психологически настроиться на эти соревнования и суметь показать все то, что ты, всему чему научился, и суметь это показать и победить. Тренером на протяжении всей моей спортивной карьеры является Коснабек Ужанович Есентаев. В 2003 году на чемпионате Казахстана шел финальный бой. Я встречался со спортсменом из Чимкента. И как бы уже шел третий раунд. Я выигрывал, выигрывал как бы уверенно. Ну, и так получилось, что нанося удар ногой, он поставил блок коленом, и я об его колено сломал голень. После этого, как бы, бой завершился в его пользу. Но для меня, как бы, пошел другой этап этого становления. И там, прежде всего, стоял уже такой вопрос о завершении своей карьеры. Конечно, было обидно, что, как бы, на то время я еще не реализовал себя полностью. И не хотелось, как бы, с этим мириться. Полгода в гипсе, три месяца на восстановление. И на следующем чемпионате Казахстана, в принципе, доказал, что я сильнее и стал опять первым. Вот это, наверное, самый такой сложный момент был в моей жизни. Здесь стояло либо дальше идти, либо завершать свою карьеру. Вообще, наш клуб специализировался на тайском боксе. В основном мы тренировались по тайскому боксу. Но в связи с тем, что на тот момент официальных соревнований не было практически. И мы проходили обкатку в кикбоксинге. Ну, так постепенно, постепенно мы отошли от тайского бокса и перешли на кикбоксинг. Но на международном уровне я всегда выступал по тайскому боксу. Практически всегда. То есть, ну, для меня это ближе было, мне это было удобнее. Ну, сейчас, например, я тренирую так же, только кикбоксинг. Тайский бокс я уже не тренирую. Почему? Ну, опять же, мы с тех времен перешли на кикбоксинг. И все связи уже налажены в кикбоксинге. То есть, китайский бокс уже другая федерация, другие люди. Надо заново пробивать все лбом. А сейчас уже по нашей протопканной дорожке мы готовим наших спортсменов. Вообще-таки в кикбоксинге у нас шесть разновидностей, шесть стилей. Казахстан выступает по трем стилям. Вот в Бразилии проходило по двум стилям чемпионат мира. И сейчас третий стиль будет в Турции. Ну, вот в Бразилии сборная Казахстана заняла одно первое, одно второе и два третьих. В принципе, мы много медалей не зарабатываем, потому что вид достаточно сложный. И конкуренция у нас очень сильная. Тем более, что сейчас в Европе очень сильно развита К1. Как бы есть такой стиль К1. И нам теперь конкурировать с европейцами очень сложно, потому что у них очень много боевого опыта. У нас в Казахстане мало пока таких профессиональных лиг, таких профессиональных соревнований, где спортсмен мог бы ежемесячно проводить какие-то бои и тем самым повышать свой уровень. Ведь спортсмен, он растет только в соревнователях, в соревнованиях. То есть ему одно соревнование может заменить полгода тренировок. Поэтому соревнования прежде всего нужны. Супругу зовут Екатерина. Познакомились мы с ней в 2009 году. Сейчас у нас растет маленькая дочка. Спортом она, ну как и все, наверное, в детстве увлекались, занималась плаванием. Но дальше не пошла по этой линии. У меня растет дочка, ей 4 года. Пока в спорт ее не отдаю, тем более в единоборство, так как считаю, что единоборство это все-таки не для девушек, не для женщин, а для них более такое что-то грациозное, фигурное катание или гимнастика. Ну, в садике пока она занимается гимнастикой, как бы на своем маленьком уровне. В большом спорте тоже, конечно, наверное, ну, не хотелось бы, чтобы она шла в большой спорт, потому что это и травмы, и разочарование, не только успех, но и разочарование. В принципе, ну, можно сказать, ну, не хотелось бы, чтобы она профессионально занималась. Для себя, да, обязательно, конечно, она должна заниматься спортом, но и на профессиональном уровне. Редактор субтитров А.Семкин